МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите программу «Время говорить». Наши корреспонденты рассказывают об основных событиях и темах уходящего дня, главные на сегодня. Школы как мишень после московской трагедии, в школах усилены меры безопасности. Давят нашего брата. Рязанские полицейские отмечают рост числа наездов на пешеходов. Мост построим и маршруты оптимизируем. В администрации Рязани рассказали о продвижении общественно актуальных проектов. А теперь обо всем подробнее. Московская трагедия заставила власти срочно проверить и усилить систему охраны российских школ. Пока силовики выясняют, как мог подросток добраться до отцовских стволов и пронести их в школу, чиновники проводят срочные совещания по безопасности учебных заведений. Напомним, вчера в полдень старшеклассник столичной школы явился в класс с винтовкой. Охранник было привстал, но школьник лязгнул затвором, и вопрос проникновения стрелка в учебное заведение был решен эффективно и быстро. Правда, тревожную кнопку школьный страж порядка все же нажал, и полиция приехала оперативно. Но, как говорится, пуля летит быстрее. Старшеклассник успел дойти до класса и молча выстрелить в учителя географии. Затем он начал палить в полицейских. Итог известен. Педагог и один из правоохранителей погибли. Молодого стрелка задержали. Теперь ему теоретически грозит 10 лет колонии для несовершеннолетних. Ну, а практически все будет зависеть от многих факторов, в том числе от квалификации адвоката до родительских возможностей и состояния здоровья самого стрелка. Кстати, свидетели рассказали, что своего учителя школьник убивал жестоко. Сначала выстрелил ему в живот, а потом добил контрольным в голову. Президент Владимир Путин в связи с трагедией призвал уделять больше внимания воспитанию подрастающего поколения. Ну, звучит, честно говоря, банально для главы государства. Но, видимо, пока в обществе, в том числе и во властных кругах, не прошел шок от случившегося. Тем более, что юный убийца был на самом хорошем счету. Вел себя прилично и претендовал на выпускную золотую медаль. Открывает программу репортаж Глеба Галушкина на тему школы и безопасности. Уже сейчас в большинстве рязанских учебных заведений для предотвращения возможных экстренных ситуаций установлены системы видеонаблюдения, видеодомофоны, а также тревожные кнопки связи с полицией. На примере 72-й рязанской школы можно рассмотреть систему работы школьной охраны. Охранник имеет возможность связаться с тем, кто заходит, и спросить, с какой целью пришли посетители, и пропустить их, чтобы непосредственно посмотреть уже на входе. Ежеквартально во всех рязанских школах проходят учения по эвакуации. Также сейчас активно работают школьные психологи. По словам Елены Щепотиной, с ребятами регулярно проводятся специальные тренинги. Также исполняющий обязанности начальника управления образования Геннадий Лескин сообщил, что в Рязани работает антикризисная группа, в которую входят высококвалифицированные педагоги и психологи, и ребята могут к ним обратиться за необходимой помощью в любое время. Сейчас, по словам Геннадия Лескина, в планах у городских чиновников оборудовать школы металлоискателями. Рязанские дорожные инспекторы, как было принято говорить когда-то, бьют тревогу. Водители, похоже, решили окончательно выяснить, кто главный на дороге, они ли пешеходы. Безлошадных рязанцев атакуют на переходах, не пропускают на зебрах, а то и вообще не замечают. Об этом полицейские поведали сегодня Оксане Тебенихиной. По итогам вчерашнего дня, который подвели сотрудники ГИБДД, на дорогах Рязани произошло сразу 4 наезда на пешеходов. Количество таких ДТП растет не по дням, а по часам. То ли машин стало слишком много, то ли пешеходы выбегают на дорогу, сломя голову. Причин этому, по всей видимости, великое множество. Кстати, вспоминая воскресное ЧП на остановке «Цирк», в результате которого в больнице оказалось 5 человек, а на свалке 4 автомобиля. Олег Ковалев по этому случаю озвучил свои выводы. По мнению главы региона, ДТП произошло из-за ослабления внимания руководства автопредприятий к предрейсовой работе с водителями. Губернатор дал поручение заместителю председателя правительства области Шаукату Ахметову и главе администрации Рязани Виталию Артемову провести внутреннее расследование, установить причины, по которым произошла авария, принять соответствующие меры и привлечь виновные должностные лица к ответственности. К другим темам. Сегодня стало известно, что, по всей видимости, не бывать Михаилу Батькову региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей. Его кандидатуру внесла в правительство области комиссии по развитию малого и среднего бизнеса, а на вот незадачи кадровая проверка установила у претендента наличие зарубежных активов. Так что, выходит, как-то позабыл Михаил Игоревич про свои некоторые загранактивы, собираясь на госслужбу. А оказалось, что активы эти самые даже из нашей провинциальной Рязани матушки видать. Так что губернатор Олег Ковалев заявил о своем решении не назначать уполномоченного и запустить процедуру заново. Теперь к другим темам. Недавно в России отмечали знаменательный, хотя и неофициальный праздник – 31 января, День водки. В этот день, в 1865 году, знаменитый Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию о соединении спирта с водой. С легкой руки историков считается, что именно Менделеев нашел идеальную пропорцию и создал 40-градусную водку. Можно, конечно, похмыляться, попридумывать всяческие хохмы, но вот вам статистика. Из-за роста акцизов потребители уходят из легального магазина в нелегальные. В России все чаще стали пить не казенку, а контрафактные пойлы и самогон. Прошлой осенью были опубликованы данные, что почти полмиллиона россиян, как мужчин, так и женщин, сегодня умирает из-за высокой доступности алкоголя. Алкоголь и зависимостью в нашей стране страдает 2 миллиона человек. Злоупотребляют зеленым змеем 30 миллионов. И в то же время алкоголь – это могучий источник денег, беспроигрышный бизнес, особенно в нелегальном его исполнении. А потому ручей крепких напитков никак у нас не иссякнет. Продолжает программа репортаж Оксаны Тебенихиной, снятый во время очередного полицейского рейда по незаконным торговым точкам. Очередной рейд по выявлению нарушений в сфере продажи алкоголя провели рязанские полицейские. В этот раз остановились у одной из палаток в районе Дашков. На остановке Точный Вест, расположенной в Дашковой песочне на улице Зубковой, в одной из торговых палаток был выявлен факт реализации алкогольной продукции, непосредственно пива и коктейльных напитков внестационарном торговом объекте. В настоящий момент изъято порядка 100 литров пива и порядка 10 литров коктейлей «Черный русский». За то время, которое мы здесь находимся, порядка пяти человек подходило и непосредственно спрашивали о продаже алкогольной продукции. Кстати, как и в большинстве наших совместных с полицейскими рейдов, хозяином ларька оказалась женщина. Ну, совсем дамочки не боятся руки закона. В Рязани, кажется, сдвинулось дело по строительству мостика на Московском шоссе. Того самого, которого ждут многие горожане. А некоторые уже и сами в речушке побывали и машины топили. Сегодня об этом нашему автору Глебу Галушкину рассказали в Рязанской мэрии. Летом прошлого года губернатор Олег Ковалев побывал на месте строительства пешеходного моста через реку Павловку в районе Московского шоссе. Тогда он поручил поскорее приступать к реализации этого проекта. Сегодня заместитель главы администрации Рязани Юрий Бабушкин сообщил, что городские власти приступают к выполнению поручения губернатора. В настоящий момент размещен конкурс на закупку строительно-монтажных работ, которые подразумевают строительство моста пешеходного через реку Павловка в районе существующего автомобильного моста в районе в промежутке между торговыми центрами метро и торгово-развлекательным центром «Премьер». Планируется, что в течение февраля месяца этот конкурс состоится и с апреля месяца подготовительные работы по строительным работам ну и с последующим продолжением строительных работ в мае месяце начнутся. По планам администрации эта работа должна закончиться в течение лета. Еще одна важная тема, которая коснулся заместитель мэра, это разгрузка дорог областного центра. Соответствующее поручение на прошлой неделе дал губернатор Олег Ковалев. Юрий Бабушкин поведал о планах городской администрации расширить проезжую часть возле путепровода на улице Есенина в месте пересечения улиц Спортивной и Галенчинского шоссе. Также у нас размещена закупка проектирования дорожного покрытия по улице Колхозной с выходом ее на перекресток улицы Новая и улицы Горького. Этот конкурс также сейчас находится в торгах. То есть планируем, что в течение, опять же, летнего строительного сезона эти работы будут не только спроектированы, но и выполнены, построены. По планам чиновников из городадминистрации, реализация этих запланированных проектов поможет значительно разгрузить автодороги на трудных участках, а улица Колхозная должна стать полноценной дорогой-дублером улицы Есенина. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Он учрежден 9 лет назад Международным противораковым союзом. По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, в течение следующих двух десятилетий количество случаев этого заболевания возрастет на планете на 70%. Конечно, это не те цифры, которые хотелось бы услышать, но таковы люди и такова жизнь. Дело в том, что одни онкологические заболевания развиваются в результате инфекции, а вот другие в большей степени связаны как раз с образом жизни людей. Курение, алкоголь, неправильное питание и так далее. Продолжает тему Оксана Тебенихина. Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями был провозглашен с целью привлечения внимания общественности, глобальной проблеме онкологии, а также информированию о том, насколько опасны и распространены подобные заболевания. В России от онкологии ежегодно умирает 300 тысяч человек. Заболеваемость раком в России не самая высокая в мире, но она растет ежегодно, примерно на полтора процента. Усугубляется ситуация тем, что пациент чаще всего тянет с визитом к врачу до последнего, а прислушиваться к своему самочувствию необходимо и очень важно. В Рязани находится единственное в регионе отделение, где от рака лечат детей. Здесь малыши находятся под круглосуточным присмотром специалистов. Играют в компьютерные игры, занимаются рукоделием, читают, смотрят мультфильмы. В общем, коротают время, ведь в среднем лечение онкологии длится три года. Вчера в Рязани прошла российско-японская встреча на высоком уровне. Рязанское региональное начальство принимало делегацию из страны восходящего солнца во главе с Накай Токофуме, руководителем представительства Японской ассоциации по торговле с Россией. Визит японской делегации из ассоциации по торговле с Россией в Рязанский госуниверситет в первую очередь носил ознакомительный характер. Во время встречи со студентами руководитель делегации Токофуми Накай рассказал, что японский бизнес весьма активно работает на территории России. Однако совместные предприятия уже сейчас остро нуждаются в специалистах со знанием японского языка. Компании ищут подготовленных сотрудников не только в столичных вузах, но и в регионах. Напомним, что с РГУ сейчас активно сотрудничает основной конкурент страны восходящего солнца – Китай. При университете создан даже Институт Конфуции. Члены японской делегации со своей стороны рассказали, что им известно об интересе своего бизнес-сообщества по созданию совместных предприятий в Рязанской области. Таким образом, азиатские великие драконы, как называют Корею, Китай и Японию, находят площадку для сотрудничества в Рязани. Будет ли наш город и регион еще и площадкой для конкурентной борьбы между державными представителями дальневосточных стран? Пока говорить об этом рано. Однако то, что наличествует факт роста интереса к нашей области, по крайней мере, двух великих драконов, можно утверждать безусловно. Другая встреча, может, и не на таком высоком уровне, но зато вполне себе добрая и дружеская, прошла на днях в Шереметьево-Песочинском детском доме. Здесь состоялся праздник, посвященный 94-му дню рождения почтенного и такого необходимого даже сейчас заведения. В гости к ребятам пришли давние товарищи и помощники, рязанские судебные приставы. Это проверенная временем дружба и пятый день рождения дома, который дети и шеф отмечают вместе. Была теплая встреча, концерт, поздравления. Дети получили в подарок комплекты лыж. Пусть спортом занимаются, да в Сочинскую Олимпиаду играют. Может, с этого спорта на винтаря у кого-то из детей начнется плотная и долгая дружба со спортом. О, спорт, ты, мир! Великий девиз, возможно, берет истоком как раз такие встречи детей и взрослых. Они учат добру и, несомненно, откликнутся еще большим добром в будущем. Ну и здесь надо вспомнить о школьной трагедии в Москве, тех, когда у человека есть все, кроме добра в душе и сердце, можно считать его полностью нищим. И, кстати, про огнестрельное оружие, которое вольготно гуляет по нашей стране. Рано или поздно каждый ствол выстрелит. Это аксиома. А потому пистолеты, ружья и прочие опасные вещи силовики у населения начали попросту выкупать на абсолютно законном основании и по установленным ценам. «Прощай, оружие» Такова тема программы. Подробности ведет ее сегодня Олеся Харлина. Ждем эфира через пару минут. А у нас на сегодня все. Хорошего всем вечера, спокойных новостей и доброго здоровья. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин